Всем привет! Начинаем мой новый влог. Сейчас время 2 час. У меня обеденный перерыв. Сходила по магазинам на Валдбери и Озон. Мне пришли заказики и вот хочу с вами ими поделиться. Как я вам и говорила, у нас снег почти растаял. Теперь вот эта вот грязь конечно. Теперь давайте я вам покажу, что я купила и что мне пришло. Какие заказы. Это заказ от Нуреев. Здесь специи для выпечки. Вот такая вот подарочная упаковка. Кстати еще была упакована вот эта коробка вот в эту коробку, а эта коробка была упакована еще в одну коробку, но я ее оставила на пункте выдачи. Еще вот такой вот пакетик. Я уже конечно вскрыла, посмотрела как там баночки цел. Ну конечно с такой упаковкой все будет целое. Еще вот эта вот пупырка вот так вот сверху лежит. Когда открываешь вот эту коробку, ароматы уже всякие. Доносцы и мяты и чего тут только нету. Открывать я конечно баночки не буду, так как я решила подарить это сестре Наташа. Она у меня занимается выпечкой, она любит это дело. Ну я не люблю. Ну и Оля у меня сестра. Не часто печет конечно, но не так часто как Наташа. Поэтому я решила сделать такой подарок для Наташи. Сейчас каждую баночку вам покажу. Кстати и внутри вот такая вот бумага нарезанная. Круто короче все упаковано. Это значит ванилин. Вот так вот он внутри. Здесь граммовка 60 грамм. Срок годности 24. Вот фокус конечно 24 месяца. Дальше. Мята молотая. Аромат конечно. Даже от баночек доносится и открывать мне не надо. Если бы я пекла, выпечкой занималась, я бы себе оставила. Но так как я этим не занимаюсь, поэтому для Наташи. Сахарная пудра. Это что такое? Мускатный орех молотый. Да классно конечно. Потом я все аккуратно поправлю, чтобы было красиво. Кунжут белый. Корица молотая. Еще я спешу на работу. Уже все-таки обеденный перерыв у меня. Ну благо, что мне тут идти до работы 5 минут. Кокосовая стружка. Вот такая. Имбирь молотый. Да, конечно. Ну классно. Мне нравятся и специи мне приходили от Нуреев. И вот этот чай. И еще чай я дарила тоже вот на день рождения. Довольные люди, кому дарила. Ну это моей сестре-мужу я дарила. Доволен. Ну они же семья не все пьют. Вот такие вот специи для выпечки. Дальше пойдем. Сейчас я закрою это. Извините, забыла вам сказать все цены и ссылки на товары. Вот эта зона и один товар будет с Валдберрес. Я оставлю внизу в описании под видео. А цены пропишу как обычно в левом верхнем углу. Все цены. Так, дальше. Люси в магнит косметик купила. Вот эти вот. Уринован здесь 9 штук. Жвачку. Ментос. Это со вкусом. Тутти-фрутти. Мне захотелось. Так это я мятные люблю. Мочалка пока появилась. А то не было давно. Мне нравится именно вот такого плана. Вот. Купила в запас пока. Там были еще зеленые. Но нет, что-то розовенькую захотелось. Вот. Фикс прайс. Саянская фольга. Так. Прочная. Пластичная. Так. Здесь 10 метров. Ну и все. Батарейки. Алкалиновые они у меня улетают. Вот именно мизинчиковые. Там батарейки нужны. Везде нужны батарейки. Глобка для обуви. Я именно бесцветную покупаю. Не люблю черную. Так пачкается потом. Вот. Но мне нормально. Последняя покупка с фикс прайс. Это вот такая вот открывашка. Я уже ей попробовала открыть. Да. Нормальная открывашка. Суперская. Тут уже сразу цена. Вот. Для бутылок. Хорошая открывашка. Мне нравится. Дома должна быть такая. Ну и своей Люсеньке я заказала вот такую вот морковку. Мятную. Еще была в коробку упакована. Также я выкинула коробочку на улице. Мятная. Люся у меня уже орет. Она тут рядом. Вот такая вот морковка мятная. Ну там были и мышки по моему. Еще какие. Но я захотела именно морковку. Она не крошится. Нет. Такое я не люблю когда крошится. Вот такая вот морковка мятная. Вот она моя Люся. Мяяя. Вот как раз я ей сейчас и дам. На. На. Ну. Ну. Надеюсь ей понравится. Зайдет ей эта морковка. Ну вы меня извините. Я вот спешу. Сейчас я это все уберу. Потому что время. А у меня обед с часу. Ну я вышла конечно пораньше. С часу до двух. Я взяла фольгу. Потому что в ближайшее время я буду ей уже пользоваться. Да. Конечно тоненькая. Вот такая вот фольга. Ну знаете. Для бутербродов сойдет. Вот так как я часто же на работу делаю бутерброды. Поэтому. Сойдет. И вот эту вот освободила. Такая вот ручка. Не знаю. Дерево. Не дерево. Вот. В общем симпатичная открывашка. Без лишних там всяких штучек. Уже вечер. Я дома. Я собираюсь ужинать. Вот. То что я готовила в субботу. Перловка с бедром. Еще и сверху кетчупом. Полила. И кофе с молоком. Все. Всем это кушать. Вам приятного аппетита. Буду замораживать томат пасту вот в этих вот силиконовых формочках. Специально заказывала для томат пасты. Я. Паста заморозится. Я потом переложу вот из этих формочек в обычный пакет. А пасту я буду замораживать вот такой вот. Ящик астраханских помидоров. Очень хорошая паста. Не знаю. Есть у вас такая? Нет? Ну классная. Здесь сколько? Грамм. Масса нет. 490 грамм. Масса нет. Эта. 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 Тебя. Эта. 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 Ну вот и все. И еще одну формочку доставала, так как не хватало. Как вы видели, я клала по 2 с горкой столовой ложки. И сейчас прямо на этой досточке отнесу в морозилку и пусть замораживается. А уже, наверное, завтра переложу. Еще сейчас хочу нарезать лимон и заморозить. Кругляшками нарежу, заморожу в этом пакете, будет у меня лежать. Так-то я лимон не кушаю, мне просто в чай кладу кусочек, дольку лимона. И главное, чтобы просто был вкус лимона. Так это кислятина, не могу, меня же выворачивает от кислого. Ну и тут у меня 2 сосиски в заморозке. Я обычно как делаю? Упаковку полностью открываю. Это я на тормозки беру. Открываю и по 2 кусочков. По 2 сосиски в фольгу и замораживаю. Так как в открытом уже хранении нельзя же долго хранить. В заморозке можно. Сейчас вот с фольги выложу, переложу вот в этот лоточек и все на работе. Просто в микроволновке разогреваю. Субтитры сделал DimaTorzok. Все, ну резко косточки не стала уже вытаскивать. И так нормально, и с косточками сойдет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, на этом я буду заканчивать свой влог. Всем спасибо за просмотр. Кстати, и спасибо всем за поздравления. Мне было очень приятно. Ваши комментарии. Спасибо вам за это большое. Всем пока-пока.